Все эти дети-первоклассники в Благовещенске 540 детей впервые перешагнули школьный порог. Теперь впереди их ждут новые знания и открытия. А чтобы начало учебного года стало ярким и незабываемым, компанию Фанет и местная администрация организовали для учеников первых классов праздник «Дети – наше будущее». Первый раз в городе Благовещенске прошел наш уже традиционный праздник для компании Фанет «Дети – наше будущее-2018». Мы его делаем девятый год, как вы знаете, первый раз прошел он в городе Уфе, а для Благовещенска это абсолютная новинка. Впервые проводим Фанетом. Спасибо большое, что они окликнулись на наши просьбы. В принципе, даже сами предложили, давайте мы первый сентябрь проведем. По традиции праздника тут установили аллею первоклассников. Это большая галерея с фотографиями детей. Тут указаны их имена и мечты о будущей профессии. Благовещенские первоклассники больше всего хотят стать полицейскими, врачами, стоматологами и ветеринарами. А кто-то из ребят видит себя в будущем укротителем Львов, директором школы, военным хирургом, тренером по футболу и даже священнослужителем. Мечты у первоклассников безграничны. Когда вырастешь, кем хочешь стать? Балериной. Механиком. Учителем ИЗО. Пожар. Потому что много денег платят. Я хочу стать артистом, выступать на сцене, потому что я хожу на танцы и у меня уже есть три награды – грамоты и два кубка. Я буду директором компании. Буду задания раздавать. А какие задания? Делать что-нибудь инженером. Симикам. А это кто? Да, он делает опыты и иногда работает за компьютером. С этими и другими профессиями ребята познакомились на тематических площадках. Всего их было 15. Есть танцы юного художника. Есть танцы, вот вы слышите, да, это где работает спецтехника. Там уставят спецмашины, там скорые, полицейского, ДПС, коммунальная техника, пожарная. И дети там ходят, лазают, крытят, вертят. Им очень нравится строительство места. Также у нас есть танцы юных журналистов, которые будут в последующем вашей замене. Одной из самых популярных стала специальная техническая площадка. На ней дети могли попробовать себя в роли сервис-инженера в компании Уфанет. Чтобы пробурить отверстия в блоке перфоратором, в очередь вставали не только мальчики, но и девочки. Учим детей работать, сверлить. Может быть в будущем они станут сервис-инженерами нашей компании. Будем рады их видеть у нас. По традиции праздник завершился запуском в небо нескольких тысяч разноцветных шаров, во время которого ребята загадали свое самое заветное желание. От такого торжества в восторге остались и взрослые, и дети. Очень понравилось, мне все понравилось. Очень классно было. Мне понравились конкурсы. Очень хороший, веселый. Много сюрпризов. На машине была там полицейская, и мне это больше всего понравилось. Почаще нужно было проводить такие праздники. Обязательно нужно проводить такие мероприятия для развития детей, для родителей, конечно, очень приятно. Это праздник замечательный. Нам не нужно вывозить детей в Уфу, мы его организовали у себя, в своем городе. В этом году праздник «Дети – наше будущее» проходит в 30 городах России. А в эту субботу с миром профессии познакомятся и уфимские первогласники. Большой детский праздник компанию «Фанет» проведет для них в девятый раз. Рустам Нурешев, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.